Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь Алексей Шахин, IELTS BMW. Сегодня, как видите, мы совмещаем приятное с полезным выпуск на свежем воздухе. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о лайфхаке, который поможет нам в разговорном разделе. Нередко можно наблюдать ситуацию, когда студент во время своего двухминутного монолога в какой-то момент замолкает, потому что у него закончились идеи. Ситуация неудобная, неловкая. Как правило, она плавно перерастает в панику. И для того, чтобы избежать такой ситуации, я поделюсь с вами сегодняшним лайфхаком. Он будет интересен всем еще и потому, что эта техника может использоваться, помимо разговорного раздела, в письменном разделе, когда мы пишем сочинение, и нам нужно развить свои мысли, развить свои идеи. Итак, что говорить, когда нечего сказать? Для начала я хочу сказать, что такая проблема возникает, как правило, у ребят, которые находятся на начальных этапах подготовки. Почему? Потому что, как только вы научитесь выполнять правильно мозговой штурм, не говоря уже о техниках, которыми я поделюсь с вами сегодня, то вашей проблемой будет не отсутствие идей или неумение их развить, а наоборот, необходимость отобрать, отсортировать, что нужно, и организовать правильно те идеи, которые у вас будут, потому что у вас их появится огромное количество. Первая методика называется Five W's and How. Мы все знакомы с так называемыми вопросительными словами. Я имею в виду Who, What, Where, When, Why and How. Большинство из них начинаются с буквы W. Так вот, перед нашим двухминутным монологом мы получаем карточку с темой для нашего монолога. Помимо темы мы видим на карточке несколько предложений, то есть Suggestions, о чем еще мы можем говорить, чтобы эту тему раскрыть. Хочу обратить ваше внимание, что это именно Suggestions. Мы не обязаны вообще использовать то, что нам предлагается. Наша задача сфокусироваться на самой теме. Но, допустим, тема нашего монолога, опишите человека, которого вы уважаете. Describe someone you admire. Стандартный вопрос. И вы начинаете описывать человека, то есть вы описываете Кто это, Who, вы описываете How much you respect that person и, очевидно, объясните Why. То есть в данном случае у нас Who, How much, Why. Если после этого у вас возникает ощущение, что вам нечего сказать, задайте себе вопрос, на какие из других вопросительных слов вы еще не ответили? Что я имею в виду? Может быть, это When или Where. Где, когда, при каких обстоятельствах вы познакомились вообще с этим человеком. Таким образом, дополнительные вопросительные слова помогут нам донести до нашего слушателя больше информации и раскрыть то, что мы хотим сообщить. Вторая техника, которая может прийти нам на помощь в этой ситуации, это пять органов чувств. Мы знаем, что у нас есть зрение, осязание, обоняние, слух и так далее. Допустим, тема нашего монолога описание нашего любимого ресторана. Понятно, что, скорее всего, мы будем ссылаться на чувство вкуса, потому что мы будем описывать еду, которая нам нравится. Также зрение, потому что мы опишем, что можно увидеть интересного или красивого в этом ресторане. Но, менее очевидно, это такое чувство, как, допустим, осязание. Может быть, в этом ресторане очень приятная и удобная мебель. Задумайтесь об этом, и это даст вам дополнительные идеи, дополнительную информацию. Или, может быть, имеет смысл задействовать чувство слуха. Может быть, в этом ресторане замечательная музыка. Задумайтесь об этом тоже. Таким образом, это даст вам больше объема для раскрытия своей идеи. Понятно, что здесь не нужно перегибать палку, и не во всех ситуациях можно будет все пять органов чувств задействовать. Допустим, если вашу тему опишите в свою любимую книгу, то не обязательно рассказывать о том, какая она на вкус. То есть, включите здравый смысл. Common sense. Идем дальше. Третья методика называется past, present, future. То есть, прошлое, настоящее, будущее. Как она работает? Мы знаем, что нам нужно продемонстрировать грамматический диапазон. Неотъемлемая часть этого диапазона состоит из разнообразия времен. Поэтому, почему бы не учесть этот момент в нашем монологе? Допустим, в нашем монологе теперь новая тема – парк. Городской парк. И вот вы отвечаете на вопросы who, what, where, when, why. Вы рассказали про лужайки, про птичек. Описали и запахи, и звуки. А время еще осталось. Что делать? Почему бы не воспользоваться вот этой вот техникой сравнения прошлого с будущим? Как ее можно использовать в данной ситуации? Может быть, вы в этом парке впервые или узнали о нем недавно. И вы очень рады, потому что до этого даже не подозревали о его существовании. А может быть, вы его знаете давным-давно. Это старый парк. Но он находится под угрозой, не знаю, уничтожения, потому что на его месте хотят построить жилой комплекс. И вы в ярости, потому что вы собирались даже детей своих приводить в этот парк. Настолько он прекрасен. То есть вы видите, сколько информации может новой появиться из каких-то буквально нескольких пунктов, связанных с разными временами. Естественно, отвечая на все эти вопросы, раскрывая эти идеи, мы будем использовать наш грамматический диапазон. И, соответственно, получим дополнительные очки. Также не лишним будет упомянуть именно здесь о так называемой парашютной технике, которой в свое время я посвятил отдельный выпуск. Если вы сталкиваетесь с темой, с которой вы не знакомы, может быть, в процессе этого монолога, понятно, что монолог начинается с известной вам темы. Всегда. Допустим, если вернуться к моему первому примеру, опишите человека, которого вы очень уважаете. Допустим, вы выбрали, я не знаю, своего деда, и вы рассказываете, что вот, это ветеран войны, он служил. А в каких войсках служил, вы не знаете. И вы не обязаны знать, вы не военный эксперт. Вы, может быть, пистолет от револьвера не можете отличить. Но как раз это вот самое время использовать парашютную технику. То есть сказать, что Или что-то в этом духе. В любом случае, на эту фразу у вас уйдет минут 15 секунд. 15-20. И за это время вы получите большое количество дополнительных баллов. Фактически, в этом двухминутном монологе мы говорим примерно те же 250 слов, которые пишем в сочинении письменного раздела. Другое дело, что на мозговой штурм в разговорном разделе у нас дается всего-навсего одна минута. И звучит страшновато, не правда ли? Что за одну минуту нужно фактически придумать полное сочинение. Но я вас как успокою, потому что на самом деле у нас нет необходимости демонстрировать, блистать всем нашим великолепием, я имею в виду эти грамматические, лексические диапазоны, в течение вот этих вот двух коротких минут. Потому что помимо их у нас еще будет как минимум 10 минут на то, чтобы это сделать. Именно поэтому нам дается всего-навсего одна минута на подготовку, а не 5 или даже 10, как это происходит в случае с сочинением. Настоятельно рекомендую вам тренировать этот монолог с секундомером, чтобы со временем у вас выработалось чувство времени. И тогда, когда вы будете уже пробовать свои силы в так называемых МОКах, то есть в симулированных экзаменах, на которых уже запрещено пользоваться какими бы то ни было воспомогательными средствами, в том числе и секундомерами, вам будет легче ориентироваться. Вы почувствуете, сколько у вас осталось времени, 10 секунд или 1 минута, и в зависимости от этого вы уже сможете интуитивно выбрать ту или иную технику из тех, которые мы сегодня с вами рассмотрели. Ну, раз уж мы с вами сегодня оказались в парке, давайте я вам изображу, как может выглядеть один из вариантов двухминутного монолога на тему городской парк. So, today our topic is city parks. But instead of describing the breathtaking beauty of nature and the chirping of birds and all that, I thought I would focus on more tangible aspects. And those are the effects that a simple walk in the woods may have on our overall well-being. We all lead busy lives and it would be to our advantage if we had a way, and I want to emphasize a healthy one, where we could lower our stress or at least alleviate it to some extent. And this is where the parks come into play. I've been thinking about numerous benefits. However, due to the obvious time restraints, I will only be able to mention a few key features which impact us physiologically and, more importantly, psychologically. To begin with, it's been scientifically proven that green is the most soothing color for our eyes. Add to that the fresh air oxygenating the brain and you end up with a perfect recipe for a cost-effective, multidimensional and amazingly rejuvenating activity. Moreover, it allows you to mix business with pleasure and combine it with one of your preferred pastimes. In my case, for example, this happens to be listening to music. In other words, you're killing two birds with one stone. Not only are you having a good time, but you're also improving your health. In conclusion, I hope I was able to demonstrate that such a trivial topic should not be underestimated. And if I had a chance, I would highly encourage everyone to incorporate it into a weekly routine. В общем, как сейчас говорят, как-то так. Кстати, очередное полезное домашнее задание вам переслушать мой монолог, держа при этом экзаменационный чек-лист в руке и посмотреть, насколько этот монолог соответствует тем требованиям, которые нам представляет IELTS. Я благодарю всех за внимание. Спасибо за ваши лайки. Делитесь этим видео. Будьте здоровы, берегите себя. Мы увидимся с вами в следующем выпуске. С вами был Алексей Шахин. IELTS BMW. Мечты сбываются.